всем привет с вами юля сегодня 26 июня воскресенье сегодня нашла время наконец-то снять видео рассказать вам о моих рукодельных новостях показать какие процессы я вышивала мои покупки немножко с вами пообщаться сегодня у нас один из таких достаточно жарких дней плюс 39 градусов достаточно жарко мы с утра съездили на море выехали рано-рано с утра съездили на пляж покупались отдохнули очень здорово было вот именно с утра и часов где-то в час мы уже уехали я постаралась по быстренькому справиться с домашними делами потому что очень скучаю по вышивке этот месяц у меня был малорукавильным но решил сначала снять это видео все показать все рассказать чтобы уже разобрать и какие-то процессы покупки и но уже сесть за вышивку честно так скучаю поэтому переходим непосредственно к процессам делу дело в том что почему не снимала видео целый месяц так случилось что у меня получилось взять отпуск так неожиданно и мы сможем уехали в израиль может там отчасти по делу а я в общем себя развлекала различными турами и на мертвое море и в иерусалим и по в хайфе я там тоже поездил погуляла в хайфе мы были в общем очень было очень здорово классно действительно требовался вот и отпуск и немножко как бы ответственно нужно было от всего там но никуда не ездили поэтому вот так получилось спонтанно ехали я с собой брала и вышивку мне нужно было также доделать отчет по сп нашему рукодельному рожаю он у меня был практически сделан я взяла с собой я думала что я ну где-то вечером найду время я его доделаю вы представляете не крестик и ничего потому что все было интересно я и ногами ходила много смотрела гуляла и в туры ездила и вечером когда приезжала и была такая уставшая что ничего даже не крестик и ничего не смогла доделать но зато я хорошо отдохнула и правильно сделала нужно было отдохнуть вот а вышивку мы всегда успеем вот поэтому у меня получается полмесяца не вышиванный но полмесяца я что-то вышивала хоть и небольшие продвижения но есть и перейдем непосредственно к процессам хочу начать именно вот с моего основного процесса это панна серия стихии уже сказать знаменитая серия стихи потому что вышиваю давно показываю всем она нравится но не всем конечно так сказала я да ну очень многим потому что многие пишут спрашивают интересуются и я напомню что я все что у меня была информация по тем наборам я отсканировала собрала и разместила в моей группе вконтакте вышиваю вместе ссылку оставлю в инфобоксе вы переходите в в альбомы там где наши альбомы по сп и там есть альбомы со схемами мы начали собирать какие-то схемы делиться да вот и я там тоже разместила вот какую информацию по этой серии поэтому если кому-то нужно заходите смотрите но я знаю что девочки находят в каких-то магазинах вот в небольших интернет-магазинах находят еще его наборы поэтому ищите почему бы и нет они недорогие вы можете думаю еще где-то что-то найти так вот у меня все три уже вышиты осталось вышить мне землю мне этот дизайн очень очень нравится с красками вот этими рыжими красноватыми и зелеными и сочные яблоки мне справятся размер стандартно у всех этих наборов 32 и 5 на 32 5 сантиметра 180 на 180 крестиков 27 цветов используется дизайнер марина хромово вот такая вот картиночка в ложечка я так и если здесь буду держать рядышком будем подсматривать сравнивать и перед вами то что у меня на вышивалась в начале месяца я начала эту вышивку у меня было вышито буквально что было вышито ну вот тут вот пол барашка вот здесь чуть-чуть вот такой вот маленький кусочек но я вставлю фотографию как работа выглядела начало месяца и перед вами то что вот у меня уже на вышивалась то что получилось я могу сказать что так сказать первый этап у меня готов но наверное 4 этап не очень готов да потому что первый этап что я имею ввиду на какую-нибудь четвертинку процентов 20 25 можно было бы обозначить как первый этап вот но у меня еще не дошита гора вот она здесь она же и колено нашей красавицы вот не дошитого это гора еще тут какие-то элементы ока вот по-моему здесь да но уже как бы к 20 процентам наверное я приближаюсь может быть и нет наверное нет все таки это еще не 20 процентов ну достаточно много у меня уже выше то такой и значительный участок наконец-то я вырвалась вперед и из голубых оттенков потому что предыдущая работа вся вот эти вот синих цветах были у меня вода я бы немножко ну как был скучновато мне уже с ними стало вот здесь уже пошли зеленый коричневый я поняла что я зелеными могу вышивать долго и не устаю от этих оттенков а вот от синего я в какой-то момент начинаю уставать все-таки он более такой знаете холодный цвет очень успокаивающий и им тяжело вышивать долго а вот зеленый он такой жизнерадостный бодрый и прям вот вперед из песни я знаю что многие с зеленым не дружат потому что утомляет особенно кто пейзаж и зелень вышивает а вот мне кажется я бы с удовольствием и ну смогла бы вышивать какой-то лес вот на данном участке то что я смогла сразу выполнить бэкстич я его сразу выполнила вот здесь парашках здесь вот немножечко но здесь есть пропуски поэтому нужно будет все это дошить здесь еще бэкстича нет не только вчера до вышивала вот этот участок ну что я скорее всего на следующей неделе конечно же мне придется дошить вот эти все пропуски сделать бэкстич и буду переставлять кюснапы я пойду я пойду вправо хочется повышевать них немножко девушки рыжих волос кудряшек вот потом буду наверное также чередовать то вправо то влево и поднимать работу вот буду надеяться что в июле месяце я смогу ну хорошо ее продвинуть конечно вышки все не вышли не знаю не буду планировать потому что лето и море а я люблю море и не стараюсь не упускать выходных мы ездим только по воскресенье поэтому стараюсь не упускать а летом обычно мы у нас такие идут организационные моменты на работе мы товар получаем все как бы так и жарко и лениво ну а работать нужно поэтому летом всегда падает у всех скорость вышивки объемы да поэтому не буду делать какие-то планы но надеюсь что хорошо продвину и вот показываю нитки нитки пока все есть много немножко конечно ниже некоторые нет тут закрутились вот этими рыжими я еще не вышивала кенни сочные классно дадить цвета рыжи зелеными синими уже я повышевал мне очень тоже не нравится и вот я думаю что скоро меня ждут вот это растяжка желтых оранжевых и уходящий в красный вот такие ниточки вышиваю на кюс на по вот такая вот общем красота это у меня мой первый основной процесс это мой основной процесс вот так вот он продвинулся но так как я последнее время старалась вышивать одну две работы держала себя в рамках пыталась вести работу именно к финишам я немножко в какой-то момент заскучала мне захотелось какого-то разнообразия и чтобы сильно много не начинать я решила вспомнить о моих начатышек которых у меня много и я подумала а почему бы мне немножко их не повышевать но не продвинуть ее там хоть по тысячи крестиков и это очень замечательная идея я не знаю почему до сих пор себя вот мучила диетой и не взяла свои начатыши непонятно вот для меня моя такая логика ну хорошо что я все-таки решилась на этот шаг и немножечко повышевала другие процессы сейчас я вам все покажу я в начале месяца начинала делать включение хотела снимать все подробно рассказывать и делал дело включения но как вы понимаете время ушло и актуальность этих включений всех этих подробностей она потерялась поэтому все вместе сейчас я вам расскажу и покажу решила я вспомнить об этом дизайне это анкор моя коллекция покупала давно их два у меня таких наборчик а вот это вот этот дизайн востоковедение и есть еще с цветами там по-моему букет роз вот очень давно мечтаю их вышить но как вы понимаете старт в прошлом году я сделала в летних стартах и работа отложилась вот она лежит лежит и в этом году опять летом я решила вспомнить и немножечко ее повышевать это дизайн и мая они очень сложные здесь много три четвертых креста и что здесь еще какие особенности наборчик это такой маленький по комплектации меньше чем обычный набор размер его будет 25 на 25 сантиметров в комплекте шла аида 16 аккаунта но я заменила на мурана вот такого бежевого цвета по аккаунту соответствует оттенок немножечко другой но мне кажется очень хорошо он сюда тоже подошел такой приятный оттеночек так чтобы напомнить как выглядела моя работа я найду фото и ставлю мой тот старт так и вы видите как работа продвинулась здесь нужно вам показывать по поближе потому что но сдалека детали не видны ну и так наверное тоже особо не видны дело в том что эта работа сплетена буквально из три четвертых креста они здесь и повсюду постараюсь вам как-то их показать вот здесь видите вот этот круг по кругу все до три четвертых креста причем сплетение из нескольких цветов вот тут вот видите вот такие углы это тоже три четвертых креста вот здесь вот все три четвертых креста ну работа достаточно насыщенная кропотливая сложная мурана тоже такая плотная основа и вот тут все вышивать непросто вот этот простой участок здесь просто вот редками вышивались крестики на один цвет ничего сложного а здесь это конечно не для слабонервных здесь для таких для закаленных рукодельниц и не хватает бэкстича почему не хватает потому что нужно еще вышить и полукрестом вот эти три четвертых креста и какие-то полу крестиночки они здесь все присутствуют в виде вот этих вот веточек видите вот а потом уже нужно будет вышить и бэкстич ну я вышивала вышивала и устала очень вот такой кропотливой работы причем бывают такие моменты что пропускаешь где-то какую-то четвертинку и потом опять закрепляться ради нее начинаешь нервничать ну вот как-то так и я старалась так же переключаться наверх здесь уже статуэтка вышивается здесь ваза ваза конечно тоже такая очень насыщенная вот видите вот этот элемент так у меня плохая резкость вот этот элемент видите как бы такой овал да и ну вот слева и справа вот эти вот вкрапления вот эти крестики здесь три четвертые креста тоже все такое насыщенная дробная но вот максимально стараюсь надеюсь камера давай ну вот максимально вам показываю вот такая вот кропотливая работа но знаете что я очень рада что я решила к ней вернуться иначе бы она у меня лежала-лежала и опять ждала какого-то чуда не знаю чего бы эта работа ждала так я по крайней мере ее уже начинаю к ней привыкать начинаю входить в логику этого дизайна также я сделал очень важную вещь я организовала нитки потому что органайзеры у анкор ужасные просто картон там перекинуты нитки причем они в шахматном порядке идут сейчас этих органайзеров у меня под рукой нет но я думаю многие из вас знают как выглядят эти органайзеры так вот я нашла дубку хорошо что у меня еще в запасах эти и органайзеры есть очень классные и удобные ниточки сюда перевесила значки подписала в косичку заплела все красота потом посмотрела отсутствует черная нитка видно куда-то я ее где-то что-то пристроила и вот отдельно уже добавила черную нитку вот но это как бы такие мелочи ниточки здесь вот сразу паркую очень очень удобно эти органайзеры хорошо что когда-то я их закупила много и вот до сих пор пользуюсь и пользуюсь в процессах вот это у меня процесс номер один с которым я поработала несколько вечеров помучилась поняла что устаю начинаю нервничать и а зачем уставать и нервничать берем новые дизайны я так и сделала взяла другой дизайн тоже повышевала поэтому этот я откладываю надеюсь недалеко надеюсь еще его повышеваю чтобы хоть как-то еще по продвигать этот дизайн и покажу вам следующий следующий дизайн хранится у меня вот в такой вот коробке когда-то купила несколько штук очень удобные кстати объемы есть и плотность чтобы форму держала эта коробка удобно в общем для организации вот я решила вспомнить об этом дизайне кастом крафт в моем дворике давно не вышивала кастом крафт соскучилась и вот тоже решила вернуться к этому дизайну к тому же нужно потихоньку готовиться к зиме дизайн огромный если я его оставлю только на землю на зиму точно не справлюсь а если начать уже сейчас потихоньку вышивать то почему бы нет шансы есть и его вышить и так кастом крафт в моем дворике размер размер 49 5 на 35 и 6 сантиметров достаточно такая большая будет работа вышивается на аиде 14 каунта примерно мне кажется здесь немножко свой дизайн у размер точнее у у кастом крафт но я не считала основа вот такая мятая уж простите за то как есть и пятна это меловой карандаш который я когда-то отстирывала поэтому тоже прошу прощения за вот ну немножко такой вот мятый вид вот то что у меня выше там вышила здесь совсем немного около тысячи крестиков чуть больше может быть тысячи крестиков я два вечера по моему всего лишь вышивала сейчас я схему найду да вот эта схема то что красненьким закрашена это я вот вышивала два вечера около тысячи крестиков немного но знаете тоже в самом моменту что я попробовала я ее повышивала чуть продвинула и тоже не буду далеко убирать мне кажется что вот так по чуть-чуть нужно делать подходы и вышивать продвигать я соскучился за зелеными цветами вот к чему тоже еще говорила вам что мне зеленые цвета меня не утомляют мне не скучно они очень бодрящие поэтому и вот я скучаю за зелеными цветами нужно взять ее и повышивать а здесь такие шикарные шишки получаются вообще работа конечно потрясающе она в отшиве смотрится шикарно вот такие вот шишки снежок вот эти сосны елки что там такое зеленое классное сочное все так хорошо видно проработка хорошая на птицы конечно не очень хорошо проработаны но в целом картина сочная и очень позитивно мне не нравится поэтому я буду вышивать буду буду обязательно каждый дизайн когда вот смотрю беру в руки прямо все хочется бросай все бери его вышивай нитки конечно здесь немножко подзапутались они на оригинальных планшетках здесь уже что-то мне прорвалось нужно переорганизовывать наверное может быть просто их разобрать причесать и тоже будет ничего нитки у кассом крас классные по качеству поэтому жаловаться нечего ну так как процесс лежит а долго вот немножко не так конечно здесь завалялись новому цвета видите такие сочные зеленые эти не тронутые еще постами здесь немножко спелись тоже вот тут все так все такие хорошие и здесь у меня иголочки на органайзере от пока для игол тоже все удобно вот такая вот организация все в коробке в принципе удобно в принципе удобно поэтому тут все все нормально все хорошо это моя схемка вот так вот хранится это процесс номер два идем дальше дальше я решила вспомнить еще в одном процессе который начала уже очень давно вышла совсем совсем чуть-чуть и тоже отложила я люблю начать надкусить и пусть он лежит ждет своей очереди а дизайн-то шикарный великолепный и очень-очень интересный вставлю вам картиночку так и читаю хорошо что у меня здесь есть такая подсказочка это крисмас флоришес вот так вот мд-24 миробилия но дизайна норы корбетт да размер в крестиках размер в крестиках 210 на 270 вышивается предлагается на 32 каунте у меня здесь 28 до у меня здесь такой крупненький каунт 28 мне будет большая работа 38 на 49 сантиметров вот ниточки все в коробочке много цветов вот такая организация когда у меня процесс такой когда река его вышиваю вот так я делаю организовываю их у меня здесь паркуются но цветов много коробку вам сюда около 50 помещается где-то так вот ну и такая вот подсказка чтобы не забывать что за процесс потому что таких коробочку меня много и потом не разберешься что что это за дизайн а так вот видно что это к миробилии к сожалению схема у меня здесь вот на бумаге у меня есть в схемах паттермейкер но ее нужно как-то наверно переделывать в в сагу один они открываются поэтому я вышивала с бумажек какие-то бумажки здесь покрупнее у меня какие-то у меня здесь помельче ну в общем всем это несложно поэтому пока вышиваю но буду смотреть может быть я и смогу переделать в сагу чтобы было мне попроще ну и что у меня здесь основа у меня здесь не по ключу во первых просто у меня была куплена эта основа это у меня какой-то лен точно уже не вспомню не вспомню лена перминта лен перемен 28 каунта очень интересный бирюзовый цвет не знаю передаст его камера или нет может быть нужно положить белый листочек чтобы она как-то сориентировалась хоть хоть как решила я взять эту основу потому что хотела я на ней что-то повышевать думала думала и вот в прошлом году сделала старт небольшой здесь вышила буквально как будто вот такой кусочек и отложила вот в этом году вот в этом месяце точнее я вспомнила что она лежит вообще у меня не вышивается думаю ну хоть какую-нибудь заветную тысячу крестиков нужно сделать и сам вопрос об организации лен он очень сложный в запяливание в каких-то таких вот знаете 5 норги вот это вот все не подходит очень травмирует основу кюс напы еще давно она жестко вот эти края которые свисают царапают руки и я тоже это не люблю поэтому только рама моем случае и это снова не чуть-чуть не вписывалась в раму рама здесь у меня на 50 сантиметров чтобы она вписалась мне пришлось отрезать с каждой стороны по пол сантиметра это не критично он просто здесь у меня была обработанная основа пришлось ее срезать и но зато она как раз вот как говорится тютелька в тютельку вписалась в раму можно сделать и боковую натяжку но так она сама по себе это снова жесткая то она нормально легла и натянулась и вышивка очень простая и очень очень и легкая и интересная цвета здесь потрясающие цветовая гамма мне очень нравится но что тут сказать тут надо вышивать вот просто править его по тысячу крестиков и вышивать иначе вот эти мои начаты процессы так лежат и лежат и лежат и я вот не знаю все хочется вышивать как вот как наверное как у всех возьмешь вышивку и сразу любого возвращается так она лежит где-то в столе не видишь ее и и не думаешь вот 1000 крестиков заветных вышилась конечно же далеко не убираю тоже надеюсь буду вышивать вот и мы идем дальше так и переходим к еще одному процессу это так сказать мой новый начатыш да все-таки у меня случился еще один на старт прирост к моему огромному списку еще один дизайн такая предыстория на канале о брутальной вышивальщицы организовывается новый сп мультивселенной она меня пригласила и я не могла отказаться но так как я не вышиваю авторские схемы вообще как бы не в теме то мне было сложно что-то подобрать вот мы вместе долго думали искали и я решил остановиться на теме гарри поттера потому что фильм добрый люблю этот фильм много раз пересматривала вот и нашла я интересные схемки о одной из дизайнеров девушка дизайнер вконтакте вот там было много интересных идей но из готовых то что было я вот выбрала вот эту это как правильно прочитать сестрал с сестралы вот эти вот загадочные животные да здесь мы видим по луну луну по луну которая без обуви своей гуляла вот они с гарри поттером ну так схематично цветовая гамма такая сложная достаточно конечно я не знаю как я буду справляться вот с темно-темно-синим таким вот цветом размазанным да и много бэкстич и будет но потихоньку а что но с это с одной стороны а вот эти слова это все бэкстич поэтому тут как бы не сложно вот тут это синий преодолеть и там бэкстич и будет много вот так вот так чтобы не было бликов вот такую вот загадочную схему я буду вышивать это первый такой мой опыт по авторским схемам именно по таким разработкам ну что ж нужно пробовать и ключик здесь тоже был такой загадочный как и сама схемка то загадочная вот такой ключик значки такие тоже странные вот эти и распечатать эту схему и и вышивать по распечатке невозможно только по саге я ее посмотрела конечно ой-ой-ой но есть сага буду привыкать к саге на самом деле я вот так вышиваю не могу сказать что я в восторге я с бумагой почему-то дружу намного лучше но тут уж без вариантов только сага и значит ткань у меня нашлась я вышиваю на линии 27 аккаунта это классическая такая основа для меня она мне очень комфортная нам предлагались 28 аккаунт авторная 27 взяла для упрощения мне нравится там еще дизайн и если пойдет то все будут на 27 поэтому как бы но пробуем 27 у меня всегда есть чтобы потом не добывать какую-то 28 что-то искать на иди такое не вышивается понятно здесь столько бэкстич вот это все бэкстич 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 вот ну как вы видите у меня здесь есть начало такое вот пятно хорошо что центр пришелся вот где-то здесь рядом с головой у гарри ну и я смогла пойти немножко вышивать вверх дело в том что видите такие пропуски я в том что нитки у меня не все нашлись моих запасах я конечно немножко уже по вытаскивалась других дизайнов уже похозяйничала вот но тем не менее не все есть нитки вот они эти цвета видите все синее синее такое напоминание о моих совах от кастом крафта там тоже было все синее вот но тем не менее справилась поэтому надеюсь что здесь тоже справлюсь вот такая вот палитра организация просто в коробке у дмс все здесь нравится тоже такая организация потому что удобно для данного дизайна вот нитки я уже дозаказала жду может быть среду они ко мне придут примерно я так себе предполагаю потом нужно их перемотать разложить все это сделать но мне горело попробовать просто повышевать и посадки этот дизайн посмотреть что но поэтому я здесь немножко взялась и уже чуть-чуть стала вышивать вот есть пропуски я не знаю как я буду находить эти пропуски как ориентироваться в синих цветах если бы то были разные цвета то ориентируйся на цвет а здесь на что ориентироваться у меня не разметки цвета все синие в общем не знаю что я вышиваю как я на вышивая на буду пробовать надо пробовать надо постремиться и к чему-то новому данные всю только вот все старенько и все известно на попробовать если понравится у автора есть много таких вот дизайнов по гарри поттеру и я там себе присмотрела еще парочку как минимум два-три мы не будем закладывать если получится то будем вышивать не получится значит значит такая судьба что же делать но буду стараться вот поэтому в сп я буду участвовать в сп можно вступить с работой где начало 20 процентов поэтому как бы с первого июля начинается поэтому все нормально у меня пока только 4 целых пятьдесят три сотых процента вышито все нормально можно еще пару вечерков повышивать вот и продвинуть эту работу попробовать вот ну пока наверно буду ждать нитки чтобы уже зашивать эти пропуски я боюсь потом потеряться и и недовышевать вот это то что касается моих процессов вам больше ничего не было ну и в принципе и так нормально я же полмесяца не вышивала вот хочу теперь показать вам небольшие покупки ну так по мелочи я уже крупная ничего то и не покупаю я стараюсь как бы вышивать то что есть конечно все равно что-то к рукам прилипает вот но по мелочи и так покупки и так покупки давайте наверно с объемных чтобы они сразу ушли из видимости и больше не мешались значит у меня была проблема у меня не хватает игл я последнее время очень очень капризная и люблю вышивать только двадцать шестыми мне нужно чтобы это было с остреньким кончиком ну как у гаммы и не люблю чтобы концом оказывается они меня почему-то раздражают поэтому я искала именно 26 у меня было много игл но процессов много не все разбрелись и оказалось так что игл нет я поехала к центральным магазинам нашим игл там вообще 26 не было только 24 и поэтому не пришлось сделать заказ в магазине от это люди это наш производитель перерабатывает хлопок в нитки там для вязания в основном нет не для вязания там различные нити в общем точно я не знаю ассортименту известный наш производитель вот и также одни представители дмс в греции вот у них нашлись иглы поэтому я купила сразу пачку они оказались недорогие потому что они без золотого ушка ну тоже нормально по 80 центов я купила хорошая цена кстати поэтому я ой что 24 не большинство и правильно поэтому я купила с десяток вот они пришли здесь коробки и потихонечку я уже их открываю вот моя проблема решена самое главное я их нашла еще нужно докупить потому что ты узнает такая сейчас проблема с сырьем и металлы и все поэтому надо еще купить такую пачку штук 10-15 пусть лежат иглы это всегда надо вот дальше купила бобинки нитки буду постепенно заказывать соберу палитру а то это не дело как начнешь что-то захочешь что-то вышивать и все время чего-то не хватает каких-то ниток положили мне в подарок моталку никогда не мотала почему бы нет раз подарили будем пробовать мотать вот такая штука и купила две коробки так как эти коробки я очень люблю вот dms они мне походят по размеру вот и нитки я собираю и также под процесс удобно организовать особенно миробилию сюда все помещается поэтому две купила может быть еще одну и мне хватит и будут собирать палитру нужно сюда собирать бобинок тоже мне пока хватает ну вот еще иглы я докуплю вот так по мелочи так это уходит вот в центре когда я искала иглой и их нигде не нашла прошло много магазинов раз доехала то кто-то к рукам за прилипнет да вот так у нас рукодельниц купила во-первых швейный и потому что и для бэкстича нужны и под может быть под парочку пин кипов я сделаю это у нас прим здесь такое ассорти и маленькие и большие иглы в общем нужны всякие у меня конечно есть пачка ну и взяла еще так пакете блестит швейные иглы тут ничего такого дальше зашла в магазин со всякой ерундой такой блестящий взяла они в паре были ананасики хочу джинсом пришить вот такие ананасики почему бы не пришить лето хочется какой-то яркости украсимся вот ну и видите вот у меня тут чего но покупалась так это у нас гранаты это керамика вот такие пришивные гранаты не вот здесь за пришиваются за эту штучку я их купила к как украшение хочу сшить некоторый декор вот и купила вот такие вот штучки хотя можно их сделать и под виски сделать их куда угодно очень красивые такие купила одинаковые то что мне вот они очень понравились если сделаю декор один домой один на работу гранатики нашу купила вот такую ракушку просто так потому что понравилось она большая красивая не буду распечатать иначе потеряю вот такая большая красивая ракушка это бусина видите вот тут тырки такие есть можно либо пришить либо по 2 сделать куда украшение числе это тоже в общем-то актуально нужно будет сделать и не складывать долгий ящик керамик очень такая тяжелая красивая хорошая бусина и это я взяла служить под пинки поможет быть еще под что-то вот такие керамические красивые слоники можно если делать какой-то может быть мешочек какой-то текстиль как бусинки украшения очень красивые качественные эти вот слоники он они дырочки либо можно сделать пин ну такой конечно массивный но для красоты вот либо можно сделать пины либо вот как бусинки но вообще конечно прикольные приклеились к рукам поэтому вот уж так вот и еще вот такие вот божьи коровки тоже керамика вот это какая-то странная у нее глаза неправильно накрашены это тоже у меня под пины какие страшные коровки то у них дырочки вот здесь можно клей залить иголку вставить какую-нибудь бусинку и вот такие вот таких вот жучков можно сделать либо куда-то пришивать но не прикольный классный в общем это такое знаете небольшая радость круга и в дополнение к рукоделию вот какие-то такие вот штуки я редко покупаю но захотелось дальше пришел у меня заказ с 1 2 3 стич тоже как бы листала листала особо не хотелось ничего хотелось покупать но старалась себя держать в руках вот но все равно купила потому что было интересно есть на 1 2 3 стич вот такие вот наборы комплекты это заготовки под пледы под под одеяло ну как одеялка такой до делается вот они не очень большого размера метр по моему 10 на 80 сантиметров сама заготовка с печатным крестом и это нужно вышивать здесь я уже нитки сама подобрала из запасов поэтому у меня не так всегда не хватает они мне вот так разбредаются по пакетам вот ну и заготовка такая знаете достаточно огромная точно же не помню размер я ее открывала я уже даже здесь кое-что вышила но так не буду уже открывать она очень огромная это бесполезно расскажу просто в двух словах здесь очень крупный крест это наверное 11 какой-то каунт соответствие и написано вышивать в 3 нитки в 3 нитки очень жидко нужно вышивать наверное целый пасмой может быть и не знаю какими-то шерстяными нитками я попробовала в 3 нитки поняла что жидко совсем поэтому отложила вот в чем вся проблема с этим набором поэтому здесь я буду думать что делать как организовываться фирма называется вот так заготовка стоила что-то 8 долларов то есть вообще ни о чем поэтому я взяла на пробу где классно мне же машинка есть и швейная шью у меня есть машинка швейная и пользуюсь что-то шью перешивая подшиваю то есть как бы покупка оказалась правильно полезная и вот я бы с удовольствием шила бы какой-нибудь такое одеяло вот ну взяла я значит вот этот наборчик я вам и взяла вот такой вот это bucilla тоже здесь такая же такая же здесь история тоже на печатный крест но дизайн вот такой вот видите цветочки здесь красивые разные подписанные лечебные травы цветы здесь кантри здесь вот видите домик в лесу и животные леса ну и пруд ну типа канадская такая тема да какая-то рыба медведя лось и олени и утка там волк симпатичный дизайн а здесь именно вот для девочек цветочки такая красота календула вот и здесь смотрите вот такие чего не открывал не хочу пока все открывать он просто запаянный в пакете видите здесь крест он печать лучше крест мельче то есть соответствует наверное где-то десятому каунту вот смотрите как но я так думаю что мельче мне такая со может печать просто более четкая мельче мельче ближе идут кресты ряды поэтому кажется аккуратней вот вот такая вот здесь история ну тоже вышивать много конечно пока не открываю потому что вы уже догадались что у меня мои процессы прирастают с огромной скоростью а надо бы чтобы были финиш и времени хватает на самом деле смотрю по загрузке вот так как этот месяц у меня выдался мало вышивали поэтому все это пока лежит и ждет своего часа у меня здесь сп идет поэтому в приоритете работы которые участвуют в сп вот такие мои новости за этот месяц это в общем то у меня мы можно так сказать итоги итоги этого месяца июня есть еще неделя конечно будут то на ванам не будет вышивальна еще будут продвижения но знаете я думаю что я не найду просто время свободного потому что нужно будет сделать отчет поиск и по нашему спыла начну же потихоньку собирать материал поэтому девочки у кого есть возможность уже сразу делайте фотографию отчетную для но уже все ваши продвижения пишите там ваши впечатления что как вышивалась потихоньку начну собирать всю информацию потому что мне нужно из альбома все ваши фотографии себе сохранить все это закачать все ваши комментарии что вы там пишите тоже себе нужно сохранить в табличку вот все это подготовить и потом уже строить видео ряд потом делать озвучку это уходит у меня если очень плотно заниматься неделю поэтому чтобы так сказать и я не потерялась в рабочих моих буднях начинайте потихоньку отчитывается у кого есть возможности я буду уже собирать информацию будет легче вот что еще что еще если что забыла пишите если что-то будут какие-то новости ну буду стараться снимать видео на неделе по мере конечно же отшивок будет информация буду снимать вот на этом у меня все желаю вам хорошего настроения до новых встреч и всем пока пока